Совсем скоро 1 сентября, начало нового учебного года. В преддверии этого события специалисты Роспотребнадзора Новочебоксарска отправились на проверку в лицей номер 18. Стоит отметить, что через такие визиты прошли все учебные заведения города. Директор образовательного учреждения Наталья Бахмисова показала гостям учебный кабинет и рассказала о введении новых технологий после проведенного ремонта. Чтобы дети не напрягали зрение и хорошо, отчетливо видели то, что пишет учитель, над доской располагаются софиты. На партах расположены регуляторы наклона. Благодаря этому наклон парты может быть различный. Могут парты быть плоские, а могут быть таким наклонным, для того, чтобы деткам было удобно писать и читать. И термометр, для того, чтобы учителя определяли температуру в классе. Температура должна быть от 18 до 22 градусов. Для того, чтобы определить, не влияют ли вещества, которые выделяются из строительных материалов после ремонта на здоровье детей, были приглашены лабораторные работники, которые взяли пробы воздуха и воды на бактериологические и санитарно-экологические показатели. Также были осмотрены санитарные узлы. Нужно сказать, что большие мероприятия были проведены и в санитарных узлах. Обработка была проведена стен. И стены выполнены из материалов, которые позволяют проводить влажную уборку с применимающих и дезинфицирующих средств. Мы с вами видели, что имеются отдельные кабинки. Проведены мероприятия по усовершенствованию системы водоснабжения и канализации. Около каждого унитаза есть, как мы с вами видели, есть бумагодержатель, функционирует также, есть полотенце, функционируют также сушилки для рук. Практически все школы города подготовлены к учебному году, подвели итог специалисты Роспотребнадзора. В тот же день по обращениям граждан на нарушение правил продажи отдельных видов товаров состоялся выезд специалиста территориального отдела управления Роспотребнадзора Олеси Ошкиной в один из магазинов города. В ходе осмотра торгового отдела был установлен факт нарушения. Вместе с продажей детской одежды и детского питания на витрине были выставлены предметы парфюмерии, средства от комаров и наполнители для зажигалок. Ошляется их реализация в непосредственной близости с пищевыми продуктами, предназначенных для детей. А именно сухие молочные смеси, детские каши, детские консервы, что является нарушением требований к организациям торговли продовольственными товарами. На основании выявленного нарушения предприниматель будет привлечен к административной ответственности в соответствии с кодексом административных правонарушениях Российской Федерации. В последующем будет выдано предпринимателю представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения. За данные нарушения предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей, либо предупреждение. Срок рассмотрения любого обращения гражданами на какие-либо нарушения составляет один месяц. Как было отмечено, жалоб на некачественную пищевую продукцию и на нарушение закона прав потребителей в Роспотребнадзор поступает достаточно много. Продолжение следует...